А именно шесть поединков у Тахира Токарева. Три поединка, прошу прощения. Тахир Токарева, два победы, одно поражение. И он действующий чемпион мира по рукопашному бою. Итак, Тахир Токарев, он в красных перчатках, в стойке левши против Олега Голосова, который в синих перчатках. Повыше Олег Голосов. Тахир Токарев такой достаточно невысокий боец. И вообще глядя на него даже не скажешь сразу, что это профессиональный воин. Очень такой он сухой, невысокий. Но это очень опасный боец, который в этом году стал чемпионом мира по рукопашному бою. При этом еще успел залететь на профессиональные поединки по ММА. Выступал, как я уже вам рассказывал, по боевому самбо. И вот, пожалуйста, шикарная комбинация. И здесь, по-моему, все удары, которые только возможны в ударных единоборствах. Нам Тахир Токарев показал вертушка. Серия на руках. И тут же колено в прыжке, которое стало, едва не стало фатальным для Олега Голосова. Упал в нокдаун боец из Орла. Тут же Андрей Гельман открыл счет. А Тахир Токарев с немизмутимым лицом пошел в свой угол. Как будто причувствовал, что победил. Друзья, а это все. Андрей Гельман посмотрел в глаза Олегу Голосову и понял, что боец из Орла после такого сокрушительного колена продолжить уже не сможет. Тахир Токарев на первых секундах оформляет шикарнейший нокаут. Поздравляем бойца из второго школа. Вот она школа прославленного Федора Емельяненко в действии. Ну, а сегодня что не полуфинал на Кубке Никиты Чернова, то нокаут для хайлайтов. Нокаутом в первом раунде. Второго полуфинального поединка Кубка памяти Никиты Чернова в весовой категории до 63,5 килограмм. Одержал боец красного угла. Тахир Токарев. Старец гол. Невский тим. Вот тот бой, когда комментатор абсолютно не нужен, потому что, я думаю, вы все прекрасно видели и без звукового сопровождения. Тахир.